О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Сегодня я хочу вам немножко рассказать о том, чем отличается просто зожник от пенсионера-зожника. Я встала на здоровый образ жизни довольно поздно, мне было 53 года. И это при том, что я большую часть жизни посвятила спорту. Я занималась спортом, лыжными гонками, и обычно нас спортсменов считают здоровыми людьми. Но несмотря на то, что я занималась спортом, я понятия не имела о здоровом питании. Моё питание был полный бардак. Я очень много злоупотребляла сладким, мучным, всякими химическими продуктами, которые напичканы, всякими консервантами, красителями и так далее. Вообще не было никаких у меня запретов насчёт здоровой и нездоровой еды. Ела всё подряд. Вот что видел, то и ела. Поэтому, несмотря на то, что я была спортсменкой, всё равно здоровым мой образ жизни назвать было нельзя. И вот только в 53 года я стала действительно серьёзно относиться к своему здоровью. Но вот в том-то ввести парадокс, что когда мы молодые, мы не относимся серьёзно к нашему здоровью, потому что на нас петух не клюёт, потому что ничто не доставляет каких-то неудобств. Всё терпимо, всё быстро проходит. А вот когда ты становишься уже дамой солидного возраста, когда уже подкрадывается климакс, вот тут уже ситуация, конечно, складывается несколько иным образом. Ты уже начинаешь очень щепетильно к себе относиться. И вот тогда здоровый образ жизни – это уже осознанный твой выбор. Ну, потому что по-другому просто нельзя. Потому что либо ты выживаешь и идёшь к старости здоровым человеком, либо ты рассыпаешься на куски и умираешь раньше времени, да ещё и в каких-нибудь там невалерных моках. Ну, я, конечно, выбрала здоровый вариант, поэтому я и пошла вот в 53 года по пути здорового образа жизни. Очень много людей просматривали мои видео «Мой дневник здорового образа жизни». Ссылочку на него даю вверху экрана. И люди потянулись и стали подписываться на мой канал. Я поняла, что армия очень большая этих людей. И мне стало поступать много писем от моих ровесников и ровесниц, которые так же, как и я, начали переходить на здоровый образ жизни. И их на этом пути постигали всяческие неудачи. Я тогда стала много думать и анализировать, почему так, почему человек вроде стремится к здоровью, а часто это приводит к каким-то побочным эффектам. Ну, догадаться было не трудно. Это было все очень очевидно, что люди, ну, пенсионеры-зожники, да, вот люди моего возраста или примерно моего, это уже люди с застарелыми проблемами. Сложность в том, что застарелые проблемы, они как ржавые гвозди. Когда их начинаешь вынимать, они начинают оставлять кровоточащую рану, грязь, воспаление. Вот так происходит с пенсионерами-зожниками, когда они начинают резво менять свой образ жизни, и их застарелые раны, их хронические заболевания начинают давать о себе знать, начинают обостряться. Поэтому у очень многих пенсионеров-зожников, когда они слишком пылко берутся за такой здоровый образ жизни, пропадает желание заниматься своим оздоровлением, и они снова, ну, возвращаются к вялотекущему образу жизни, в котором снова остаются один на один со своими болячками. Поэтому я хочу призвать вас, пенсионеры-зожники, мои ровесники-ровесницы, те, кто приближается к этому возрасту 58, или те, кто уже перешагнули рубеж этого возраста, если вы решили вести здоровый образ жизни, будьте очень бережны по отношению к себе и не делайте резких изменений в своей жизни. Пусть эти изменения будут плавными, постепенными, пусть они займут какое-то время, но в таком случае они не нанесут вам вреда. Все-таки постепенность и плавность – это лучший подход, даже в таком замечательном деле, как здоровый образ жизни, а тем более зож для пенсионеров. Пока, до встречи! И посмотри еще вот это видео. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok